Научная работа с погружением в материал в прямом смысле слова. Мало кто знает, что впервые в стране испытания водолазного костюма прошли в Архангельской области. Вестник Северодвинска представляет очередную историческую страницу от краеведа Дмитрия Юркова. В августе 1845 года по Соломбальскому адмиралтейству пронесся слух. Военное начальство планирует испытать новое и по тем временам почти космическое изобретение. Подопытными, конечно, назначили простых матросов адмиралтейству. Рано утром на одном из причалов собрались все высшие и низшие морские чины. Приехал военный губернатор, вице-адмирал Александр де Траверсе и капитан над Архангельским портом Павел Федорович Кузьмичев. Кстати, благодаря его воспоминаниям и стала доступна эта история. Чудо-устройство принесли на причал и развернули. Матросы готовились к худшему. Кто-то из них вот-вот должен был надеть железный колпак с крючком и нырнуть под воду. Более-менее эффективный водолазный костюм первым сконструировал англичанин Зиббе в 1819 году, а доработал русский механик из Кронштадта Гаузен. И все равно двигаться в нем было крайне сложно. Массивный шлем, маленький иллюминатор с решеткой, а между ног металлическая шина. Увидев, как все испугались, контр-адмирал Кузьмичев показал пример и ринулся испытать костюм первым. Правда, погрузился не в реку, а в бочку. И тут же вынырнул. Теперь уже матросы тянули с Зиббей. К сожалению, имя первого архангельского водолаза осталось неизвестным. По приказу Кузьмичева подопытному натянули костюм, подняли с помощью троса и начали медленно опускать под воду. И вот, наконец, водолаз достиг дна Северной Двины. Сигнал он подал на глубине в 4 сажень. Это примерно 8,5 метров. Первый исследователь глубин даже успел собрать пробы грунта, поднять со дна потерянные болты, молот и корабельные скобы. Контр-адмирал с облегчением заявил, теперь благодаря успехам наук и усовершенствованием нашего времени у нас в Архангельске, можно сказать, более не будет потерянных и утопленных вещей. Об успешной операции поспешили доложить императору и высшему военному начальству. Но до создания российской школы водолазов было еще далеко. Только через 40 лет после архангельского эксперимента учебное заведение откроют в Кронштадте.